МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это мобильный репортер. В студии Алсуя Купова. И в этом выпуске самые сочные обсуждаемые видеоролики из социальных сетей. В набережных Челнах тонут не только улицы, но и дома. В доме 10-13 в поселке Гэс в подъезде вовсе образовался водопад. Жители опасаются не столько порчи имущества, как того, что кого-нибудь может убить током, потому что вода попадает на щиток. Вот прямо на щиток капается. В казанском поселке Новые Салмачи своя Венеция. Ходить пешком здесь не представляется возможным. Да и на автомобиле заезжать в такие реки небезопасно. Плывем Новые Салмачи. Также непонятно, как добираются до дома жители Альметьевска. Им точно придется обзаводиться лодками. Вознакаево в парке Ишкаева сгорело кафе. Прибывшие на место пожарные потушили загоревшуюся крышу заведения, которое было заброшенным. Удалось потушить возгорание площадью 100 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал, сообщили в МЧС республики. По словам местных жителей, виноватыми могли быть школьники. В 90-е годы здесь была семейная кафе «Сказка», которая была одним из любимых мест Ознакаевской детворы. Вот тебе еще новая партия. Смотрите, там дети, самое главное, гуляют рядом с пожаром. Да блин. На игровой площадке. Они специально подошли, уж посмотрел. А это криминальный видеоролик из набережных Чулнов. Там молодой человек обокрал автомат с кофе. Ночью он зашел в фойе банка, где стояла кофемашина, и унес сахар из стаканчика. В социальных сетях написали, что ничего такого криминального парень не сделал. Ну, унес немного сахара из стаканчика. Ну, что с того? А я считаю, что воровство не может быть маленьким. Как его назови, все-таки он совершил кражу. В Елабуге подросток украл товар с прилавка. В то время, пока взрослый разговаривал с продавцом. Цена вопроса – тысячу рублей. К счастью, вскоре деньги вернули. В социальных сетях подписчикам показалось, будто мужчина действовал сообща. Но это всего лишь догадки. В Челнах полицейские вновь завели дело против исполнителя Моргенштерна из-за пропаганды наркотиков. Комплексная лингвоботаническая экспертиза, которую выполнили специалисты набережной Челненского федоуниверситета, показала, что по краям татуировки на груди исполнителя изображено растение, похожее на коноплёк. Рэпер не заставил себя ждать с ответом. В феврале челнинские полицейские уже заводили административное дело против Моргенштерна из-за пропаганды наркотиков в нескольких видеоклипах. Музыкант посоветовал стражам порядка обратить внимание на реальные преступления, которые происходят в городе, а не заниматься ерундой. Уважаемая полиция набережных Челнов, вот это проблемы, которые реально стоит решить. Вот, они есть, а клипа нет. На этом всё. Это были самые популярные видеоролики с просторов интернета. До встречи на канале Татарстан-24.